Всем хай, пиплы, с вами Санчоус, и мы продолжаем играть в ТНО. В прошлый раз я остановился на том, что скоро я буду опиздюливать древнего шиза славянина Рюрика. Ну, погнала, родимая. Правда, всегда в случае региональных войн противник не подводит дивизии границам, и поэтому сейчас будет куча котлов, но потом будет хуже. Мои дивизии полное говно! Ааа, ясно. Отлично, мои танки, мои танки, не могут пробить милицию, нахуй, ополчение, нахуй, говно. Нихуя себе, въебал по мне. Я не могу даже уничтожить дивизию, которая... А, ладно, могу. Я сосал по мне, въебали. Профессиональная армия откуда? Хотя у него изначально армия была гораздо лучше моей. Разумно и так же логично, что профессиональная армия будет у поехавшего деда с картонной коробкой на башке, а не у опытных наемников. В топу страны я нахожусь где-то между Казахстаном и Бутаном. Бутаном, блять! Бутаном! Дивизии, и в основном примерно хуже, чем у меня даже, но... Просто где это был? Нет, это нормально, это еще адекватно, это еще адекватно, блять. Сука, сколько он их понаделал? А вот это, блять, уже выглядит, сука, страшно. А еще решил посмотреть, как там поживает наш старый добрый русский западно-революционный фронт под управлением Жукова и... Боже мой, блять... Боже нахуй, блять... Мне хочется плакать. Я переиграл последние три года, изучил доктрину, все такое, и мои дивизии все равно сосут. Но теперь я хотя бы могу обороняться, теряя меньше людей, чем противник. Классно? Я обороняюсь и при этом потери противника на тысячу больше, на тысячу! И у меня пропала дивизия. Что? Я, честно, блять, не понимаю, почему все так плохо. Вот меня уже и выбили из Иркутска, нахуй. Но это, сука, бред сраный. Откуда у этого Рюрика профессиональная армия? Ну откуда? Даже у Жукова ее нет. А Жуков, блять, сука, фельдмаршал. Просто, блять, господа, товарищи, смотрите нахуй. Атака. Семи дивизий против одной. Во что превращается? А, превращается в удачную. Ну ладно, блять. По приближенности у него 34-36 военных заводов. У меня 31. Мне, кстати, не так же плохо, как я думал. Но все равно хуево. Эээ... По армии у него сколько там? 5, ну 400 тысяч человек. У меня, блять, 335. Кстати, почему, блять? Ух. А по фокусам у него древнего сраного шиза поехавшего полковника дивизии раза в три лучше, чем мои профессионального наемника. А-а-а. Ну и конечно, то, что у него профессиональная армия, это вообще идиотизм. Откуда она у него может быть? И причем в основном у него дивизии Шилдмейденов. То есть бабские. Меня уничтожают бабские дивизии. Причем, хрен, я отступлю, потому что меня захватят Иркутск, а это его, блин, дамба, и плюс это треть населения моей страны. Все, прогресс есть, я захватил Норильск с одним военным заводом и со ста тысячами жителей. Ура, победа. Я попробую применить тайную технику шиноби-деревни Желтого Дождя, растянуть фронт как дебил. Опять где-то дивизию потерял, точнее уже две. Нормально, мы миллионеры, мы новые купим. В принципе, я могу просто ждать, когда армия Рюрика выдохнется, но, блядь, она выдохнется где-нибудь уже у самого Магадана, когда у меня останется дивизия 10. А потом я еще вспоминаю, что мне драться с Жуковым, а у него еще полмиллиона солдат в запасе, и... Ого, еще полмиллиона на поле, и у меня... У меня только о мыслях о нем уже ляжки трясутся. Знаешь что? Правильно, позитивный настрой. Этот парень просто лучше меня во всем. Блядь, вот эта баба, я ее нахуй ненавижу. Я ее раз в двадцатую уже вижу, блядь, уже раз в двадцатую, блядь. Но эта тактика, похоже, более-менее работает, так как он отводит войска от, блядь, от ударов по моим границам дальше на север. Главное, блядь, не останавливаться. Все равно, хотя какое-то говно, все равно, блядь, пробивают, блядь, три дивизии в две через реку против генерала с лучшим навыком. Блядь, этого нахуй. Лазаря Кагановича, все, блядь. Шуков уже управляет всем миром, нахуй. Все, блядь, он уже начинает говерно атаковать. У-у-у-у-у-у-у. В принципе, даже что-то, возможно, блядь, и будет. Все, три в два через реку. Раньше меня просто уничтожали, а теперь у него сил нет. Все, блядь. Ослабел дедуля. Фух, при том, что я постоянно прожимаю решение по забору оружия у... Американцев, у меня все равно уже начинает всего не хватать. У меня получилось. Неужели? О, мне дождали манпауэра, потому что у меня было ноль. Только оружие есть и то, потому что мне пиндосы его подавали. Господи. На самом деле, тут просто нужно постоянно атаковать и расширять фронт, чтобы, блядь, противник не стал по фронту и не начал атаковать, иначе все, задница. Зато я теперь могу взять себе новую страну, ура. Что за лаг такой сильный? У меня даже флаг тот же самый. У меня все то же самое. А вот за 150к солдат, спасибо. У меня всего фабрик и заводов столько же, сколько у Жукова военных заводов. Он как кемерский безумный безумец, но сильнее раза в два, в два с половиной. Хотя ладно, может, когда регионы донационализируются, я чуть-чуть побольше получу. Мне, кстати, еще пришлось прожимать... Где эта фигня? Во. Увеличенный трат на военную экономику. Тоже полезная фигня. Дает до хрена всего. Ой, я еще на казахов могу влиять. Я, кстати, казахов могу просто так взять и атаковать, но это может не понравиться большому дяде в красном мундире. С большой армией и большой промышленностью. Но я рисковый парень. Правда, лучше я соиванусь перед этим всем. Оп, я свое шпионское агентство создал, и факт это позитивный. А хотя да, после национализации у нас появилась еще парочка заводов. Правда, все равно гораздо меньше, чем у Жукова. Я просто смотрю на этот бонус, и мне уже плохо. Я, кстати, уже действительно могу предлагать разным странам свои контракты. Правда, для этого нужно посылать добровольцев, так как у меня каждый человек на счету я не могу это делать. Ну вот, например, Иракской Републике могу отправить, и у них будет бонус. Что-то, кстати, Иракская Република. Это, блядь, что такое? Это, блядь, где, простите? Это, блядь, Ирак. Ясно, короче. А вот, Иракская Република. О, Саддам Хусейн. О, теперь у него бонус. О, еще и нефтяной кризис. Ясно. Блин, я так кайфую от этих супер-ивентов. Во, можно сказать, у него уже миллион человек в армии. Класс! А резервы? А резервы еще 1600. Так, я объявил войну Казахстану, и пока что Большой Дядя не вмешивается. Это хорошо. Псс, поддерживая мной Республика Ирак, уже капитулировала, черт. Ох, как приятно после этого Кемерово побить кого-то, кто слабее меня. Ух. Фу, слава богу. Не вмешался Жуков. Теперь у меня даже, может быть, есть шанс победить его. Оп, нифига себе. Это что такое? Франция после неудачной попытки захватить Британь, которая не вот эта вот Британь, а вот эта мелкая Британь распалась. Тут какая-то секретная армия, тут вообще коммунисты, что? А, собственно, у Большой Франции вообще дивизии нет. Ну, ясно. Так, а тут у нас... визит дядюшки Сэма. Интересно, что это нам даст. В общем, тут старый добрый агент ЦРУ Мэйсон, который еще с первым ивентом с ЦРУ присутствовал, предлагает нам, так сказать, чуть-чуть увеличить влияние США в регионе за больше танков, машинок и прочих игрушек прикольных. Я согласен. Плюс еще трехсотка тысяч манпувера. У него куча дивизий и, скорее всего, половина из них говно. Ну да, вот всякая... Что, Орион Джерри? А, рейнджеры, блядь, нихуя не написали. А что там, блядь, народная бригада, гарнизон, ну это все дерьмо. Пфу, пять началось. Ух, скоро начнется. Хотя, что начнется? Вот здесь вот небольшой будет котелок. Вот тут в Омске нормально все будет. Наверное. Ух, Last War. Ну, Last War так The Last War, что сказать. О, пошло дело. О, кстати, одновременно с нами еще в Иране начался движ. Можно отправить своих советников к ним. Так, время делать котлы, пока еще можно. О, первые две дивизии пошли. Так, 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 так. А я, кстати, забыл вообще качать авиацию. Сколько у него? Ясно. У меня меньше. Вау, и мои дивизии действительно могут бороться с его тимизиями, а не просто самоуничтожаться. Ничего себе! Не понимаю, что за прикол был с Рюриком, но он реально слишком сильный. Это, блин, баг или фича вообще непонятно. Хотя все-таки больно. Ну все, он начал так же убиваться об меня, как дед. Значит, скоро ему попка наступит. Что это, блядь, за дивизией? Ну что это за дивизией? Ну что это такое? А, вот здесь уже более-менее, кстати. 880 тысяч человек. Нормально он так. Ой, бать, уже миллион подкатило. Сколько у него там осталось в резерве? Столько же? Что, блядь? Это какая-то афроамериканская магия. Я не понимаю. Он что, мертвецов из земли поднимает? О! Все. Теперь у него ноль людских ресурсов в запасе. Так, я, блядь, тут воюю. Постепенно уничтожаю армию Жукова. У него уже дивизия, сколько у меня. И тут затоп. Чайно. Ой, говно какое-то. Опа. Немецкие партизане коммунистические прибили одну немецкую шишку фашистскую. Хорошо. Так, можно уже просто сделать вот так. Потому что у Жукова в армии уже сколько там? 100 тысяч человек. 8 раз меньше, чем у меня. И в принципе мне ничего не мешает просто его протаковать до конца. Оооо. Ну вот, собственно, и захватил я этого дурака. Ну, собственно, остается сделать две вещи. Первое, это попрощаться. Ну, а пока, пока, пока. А второе... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова